Большие гастроли. Ивановский драмтеатр принимает у себя коллег, коллектив Иркутского академического драматического театра. Такая встреча стала возможна благодаря федеральной программе Министерства культуры России. Не у каждого театра найдутся деньги на дальние переезды и перелеты. Тем более, когда речь идет о коллективе в 55 человек и двух огромных машинах с декорациями. У театра большая гастрольная деятельность. Мы в этой программе уже на протяжении 6 лет. И вот как только она началась, она немножко по-другому называлась. Ну и первые наши гастроли были такие вот обменные с Архангельским театром. И, естественно, наши актеры, они очень с большим желанием едут на гастроли. И как бы ты, какие бы у нас планы не были еще сопутствующие гастроли, это такое событие, где артист получает очень хорошие эмоции. И ему это помогает дальше год целый, жить этим и работать. Репетиции идут полным ходом. Первый спектакль Ромео, Джульетта, Шекспира. Артисты уже оценили преимущества зала, расположенного амфитеатром, и масштабы Ивановского дворца искусства. Ну мы успели посмотреть только нижнюю часть. Мы удивились, что гримерки находятся внизу. И артистам здесь, то есть режиссерам очень повезло, потому что внизу не ловит интернет. И артисты наверняка всегда включены в процесс. В Ивана и Труппе Зиркутска пробудет пять дней. Гастроли для артистов не только большая радость, но и ответственность. Всегда есть волнение перед новой публикой. Приходится подстраиваться под особенности местной сцены и что-то менять на ходу. Вот лично я очень люблю гастроли. Это новый зритель, новое место, новые эмоции. Ну и в принципе другая площадка. Это спектакль, значит, всегда будет идти по-другому. Это очень интересно. Мы это любим. Ну и плюс, ну в принципе ехать куда-то, это смена обстановки. Мне нравится. Театральная неделя обещает быть насыщенной. Это не только Шекспир, но и Тортьюв Мольера, Евгения Негин Пушкина, Комната невесты и комедия «Не верь глазам своим», которая уже более 25 лет с успехом идет в Иркутске и собирает аншлаги. В коллективе надеются, что спектакли придутся по душе и ивановцам. Любовь к очернику, Денис Денисов, РТВ Иваново.